С каждым годом корейская культура становится все популярнее. Миллионы людей слушают кей-поп, фанатеют по айдолам, создают эстетики, вдохновляясь ими, а азиатская косметика захватывает рынок бьюти. Но знали ли вы, что все на самом деле не так, как кажется на первый взгляд? Меня зовут Аба Мелисса, и нам пора об этом поговорить. Южная Корея. Мир стандартов красоты и центр пластической хирургии в мире. В районе Канаб, Сеуле целая куча центров пластики, куда приезжают люди с разных стран. В своем недавнем видео я рассказывала вам о том, что даже в Корее не все так просто. Это выглядит как вот если бы вы шли по Москве-Сити, и каждое здание Москве-Сити было бы пластической хирургией. И я, кстати, сейчас не преувеличиваю. Ну, может быть, только не 60 этажей, а, ну, 20-30. На сегодня мы будем с вами говорить не о том, что пластика или косметология могут быть опасными, потому что зачастую они экспериментальны, а о том, какие стандарты в Корее. В погонии за идеальной внешностью кореянки идут на операции, сталкиваясь с разными, иногда не самыми приятными последствиями. А все потому, что внешность играет чуть ли не главную роль для корейца. Наверняка вы слышали следующий миф. Или, может быть, это правда. О том, что в Корее внешность настолько важна, что, когда тебя принимают на работу, тебя будут в первую очередь тестировать не столько по твоим знаниям, сколько по тому, как ты выглядишь. Или, например, слышали ли вы о том, что, оказывается, пластику в Корее делают до совершеннолетия. Обсудим, на что идут кореянки ради того, чтобы достичь идеала. Также обсудим то, что было раньше, и то, что происходит сейчас. А еще, как корейские стандарты влияют на все во всем мире. Как человек, который был уже очень много раз в Корее, я поделюсь с вами своими наблюдениями. А еще я проведу небольшое интервью вместе со своей подругой, которая кореянка и, соответственно, живет в Корее, чтобы узнать, что думают местные. Не потому, что так считаю я, или я так подумала и решила, и где-то наблюдала, а потому, что она живет непосредственно в этой стране и общается с местными. А еще я добавлю вам мега-эксклюзивности в контент, потому что у меня есть знакомая, которая занимается буквально медицинским сопровождением туристов в Корее. Вы, в принципе, не можете сделать и другие виды операций самостоятельно, без согласия родителей. То есть люди прилетают в Корею для того, чтобы приехать на пластику или косметологию, и она работает в той сфере, когда она принимает этих людей и полностью сопровождает их пластические операции и косметологическое пребывание в Корее. Видео обещает быть интересным. Ах да, лайк, подписка. С чего все начиналось? Начнем с истории появления стандартов корейской красоты. Как вы думаете, сильно ли они отличаются от настоящих? Сейчас все расскажу. Первый стандарт – белая кожа. Нежная, светлая и ровная кожа лица и рук была в основном у аристократок, а потому считалась эталоном красоты. Большое внимание уделялось и волосам. В моде были объемные стрижки с массивными украшениями. Важно было и лицо. По нему судили о характере человека. Маленькая голова, круглая форма, аккуратный нос и тонкие губы – это идеал красоты. А что было дальше? Уже в 20 веке стандарты красоты начинают меняться. И к своему какому-то финальному заключению, к тому, что сейчас является актуальным, они пришли в момент, когда Корея разделилась на две стороны. Ну, на южную и на северную. Что сейчас? Итак, давайте обсудим стандарты красоты в Южной Корее на сегодняшний день. В этом нам поможет Маша. Но для начала, хуй язык Маша. Маша – это моя подруга, она кореянка. Мы с ней видимся каждый раз, когда я прилетаю в Корею. А я прилетаю туда достаточно часто. И Маша рассказала мне безумное количество внутренних инсайдов, внутренних особенностей менталитета, от которого я, честно говоря, была в шоке. Потому что их отношение ко многим вопросам, которые у нас или не поднимаются, или не актуальны, или вообще нам это кажется чем-то за гранью добра и зла, в корейском менталитете – абсолютная база. Я подготовила небольшой список вопросов. И первый вопрос – давайте послушаем мнение Локала. Какие стандарты красоты в Корее сейчас? На протяжении шести лет, что я живу в Корее, особо стандарты красоты не менялись. Как можно понять, что человек красивый? Это светлая кожа, сейчас есть процедуры разные по отбеливанию кожи, и также капельницы, называется синдерелла. Также это маленькое личико, например. Если у вас маленькое лицо, больше кукольного варианта – это большие глаза. Вы прям будете по стандарту корейской красоты. Я когда в первый раз приехала в Корею, первое, что они мне говорили, что у меня маленькое лицо, как кулак. Это считается комплиментом, потому что я вообще не понимала, не знала, почему у них считается маленькое лицо, это красиво. В основном длинные волосы, и желательно, чтобы это был больше натуральный оттенок волос. Такой коричневый, молочный шоколад. Еще это, наверное, больше встроенные девочки. Сейчас, например, на 2024 год, большая часть молодежи ходит в фитнес-залы, пьет разные бады для похудения. Чтобы достичь таких стандартов, часто ли в Корее делают пластику? Of course, конечно. Корея вообще, мне кажется, входит в топ, наверное, по пластической хирургии. Здесь довольно частое явление, что родители дарят пластическую хирургию, например, детям, которые закончили старшую школу перед поступлением в университет. Потому что здесь красота, в принципе, очень важный фактор при трудоустройстве на работу, при том, как тебя, чтобы воспринимало, в принципе, общество. Вообще, в пластике отношения в Корее очень спокойные и даже положительные. Все знают о том, что внешность играет важную роль и стремятся быть красивее других. Возможно, то, что я вам сейчас расскажу, вас шокирует. Я предупредила. Я предупредила вас не просто так, потому что именно этот факт шокировал меня больше всего, когда я пообщалась на тему красоты в Корее непосредственно с кореянками. И эту историю мне рассказывает буквально каждый местный житель, потому что для них это какой-то классный прикол. Видимо, им нравится следить за реакцией иностранок на такое, потому что у нас вообще все иначе. И у нас, я имею в виду, ну, по крайней мере, всех жителей европейской части мира. Что такого мега необычного? У нас, в принципе, считается, что если девушка делала пластику или не палится, или палится с тем, что ходит к косметологу, то она как бы недостаточно хороша с собой, потому что ее красота сделанная. И вот это вот все. Понятное дело, что на этот счет есть разные мнения, но, тем не менее, скажем так, средний градус по больнице именно такой, что если ты ходишь к какому-то косметологу, если делаешь пластику, то это априори не так хорошо, как если бы ты вообще никаких вмешательств к себе не предпринимал. В Корее ровно наоборот. И что для меня было просто взрывом моего мозга, это информация о том, что если богатый мужчина начинает встречаться с девушкой или выбирает себе спутницу, он отдаст предпочтение той, которая Think About It делала пластику и ходит к косметологу. Ну, возможно, у вас такое же сейчас лицо, которое у меня было, когда мне первый раз об этом рассказали. Но на десятый раз я уже преисполнилась, но на первый раз было непонятно. Я подумала, что это пранк. Если вы думаете, что это странно, то у этого есть логическое объяснение. Заключается оно в том, что если девушка инвестирует в себя деньги, значит, она себя больше любит, а если она себя больше любит, значит, она будет больше оставаться ухоженной, потому что для нее красота это важно, а значит, риск того, что эта женщина станет менее симпатичной через годы совместной жизни, гораздо ниже. Ну, как будто бы в этом даже есть какая-то своя логика, правда, немножко преврестивная, но это уж другая история. И да, между натуральной красоткой и ненатуральной красоткой, как мне объяснили, я не говорю, что так делают все, но это буквально то, что сказали мне, богатый и состоятельный мужчина выберет ту, что на пластике. И справедливости ради, когда я останавливалась в очень дорогих отелях, например, или ходила на какие-то встречи там тоже с корейскими брендами, где, понятное дело, рукоподящий состав это очень богатые люди, все эти богатые женщины, они были прям люто проапелированы. Когда ты заходишь, например, в тот же брендовый бутик, где все очень-очень дорого стоит, там действительно подавляющее большинство девушек и женщин, они прям мега ухоженные, и, ну, прям совсем мега ухоженные, что во многих случаях пластика выглядит, ну, не совсем уж и естественно, потому что там как будто бы и нет никакой цели скрывать, что ты делаешь пластику, потому что это же Корея, здесь внешность самая важная, и какая разница, как ты получил идеальную внешность, главное, чтобы лицо соответствовало корейским стандартам красоты. Ну, и когда просто гуляешь по Корее, то, что бросится в глаза, скорее всего, мы вернемся к классической хирургии, это, например, фотобудки. И прикол в том, что если вы захотите сделать фотографию фотобудки без особого количества фильтров, такую фотобудку еще будет нужно поискать, потому что абсолютное большинство действительно очень сильно меняет внешность, вбеливают кожу, увеличивают глаза, уменьшают губы, вот эта вот часть лица туда натягивают наверх, короче говоря, да, фотобудка, это тоже не история о том, чтобы сделать селфи, и она будет неудачным. Тут, конечно, можно апеллировать тем, что, возможно, это сделано для того, чтобы наверняка селфачи получались классными, но смысл в том, что если ты не хочешь этого фильтра, ну, у тебя не будет как будто бы выбора. Только в Южной Корее, к резюме, вне зависимости от должности, нужно обязательно прикладывать фотографию портретную, а также фото в полный рост, на котором были бы хорошо видны все изъяны и нюансы внешности. И только в Южной Корее, когда ты делаешь фотографию на паспорт или на загранпаспорт, ты можешь пойти в фотостудию или фотобудку, где тебе сразу выдадут отрядачную фотографию. И да, возможно, у вас есть логичный вопрос, нафига делать в паспорте отрядачную фотку, если это будет неузнаваемо? Ответа на него у меня нет. Но да, такие инциденты и прецеденты, когда люди не могли пройти паспортный контроль, особенно в других странах, потому что здесь одно лицо, здесь другое, да, такое действительно не редкость. Правда ли, что при устройстве на работу в Корее большую роль играет внешность? Да, по большей части, потому что ты будешь представлять, например, компанию, в принципе, в которую ты устраиваешься, будешь являться лицом. Очень важное лицо, внешность. Встроенная фигура, ухоженный вид. У меня, например, двоюродная сестра, она для того, чтобы устраиваться после университета в крупную компанию, она перекрасила свой блонд. То есть блонд и яркие оттенки, вот такой, например, рыжий, как у меня, или какие-то яркие, красные, цветные волосы, уже считается, что человек такой несерьезный. Скорее всего, спросят, сможете ли вы перекраситься, или скажут о том, что нужен натуральный оттенок волос. Более того, работодатель, рассматривая кандидатуру претендента, может порекомендовать ему похудеть, исправить форму носа или губ, а еще изменить цвет волос. По этой и другим причинам родители часто дарят своим детям операции на совершеннолетие или выпускной, а многие девушки мечтают о них с самого детства. Кстати, по статистике, каждая пятая корианка делала пластику. Стандарты красоты касаются не только лица, но и фигуры. И девушки, и парни должны быть худыми. Я думаю, что вы слышали о всех тех жестких диетах, на которых сидят айдолы. Те самые легендарные диеты с одним яблоком, кусочком льда и, конечно же, с адским количеством тренировок и нагрузки. Мы к этому еще вернемся впоследствии, но в Корее помимо пластики лица очень важно также заниматься своим телом. И поэтому косметологам прибегают не только для того, чтобы вколоть какой-нибудь ботокс или гиалуронку себе в лицо, но и для того, чтобы вколоть себе что-то в тело. Например, в Корее очень популярны инъекции ботокса в плечи. Рассказываю небольшое отличие наших стандартов красоты от корейских. В основном у нас на плечи, ну, как будто бы всем все равно. Но, тем не менее, если плечи покатые, это кажется чем-то женственным, классным. И очень милым, если у вас есть вот такая вот, собственно, вот здесь вот складка, которая плавно перетекает в плечо. В Корее же ровно наоборот. Если плечи покатые, считается, что это не круто. Плечи должны быть прямыми. И для того, чтобы делать прямые плечи, в Корее придумали колоть ботокс вот в эту вот часть мышцы. Прямо сюда. Возможно, вы еще сидите и думаете, сколько страха я вам рассказываю. Но дисклеймер. Ну, вы не думаете, что я такая святая. Это я вам рассказываю о том, что существует. Ну, в ознакомительной истории. Со мной, конечно же, тоже насмотрелась этих видео о том, что вот в Корее все колют себе плечи. И когда я была последний раз в Корее, я пошла и тоже сделала себе ботокс в плечи. Справедливости ради я хочу отметить то, что я не заметила особых визуальных отличий. И уж вот таких вот результатов у меня не было. Если бы такое было, я думаю, у меня бы весь YouTube все комментарии были бы о том, что с твоими плечами. Ну, в принципе, это было логично. Но мне надо было зачем-то это проверить. Слабо у меня отвага получается. Так вот, я это проверила. И единственное, что я заметила, это то, что мне вот этой вот всей моей плечевой зоне было гораздо легче. И я как человек, который работает 24 на 7 за компьютером, я постоянно или монтирую, или редачу фотографии, или что-то еще делаю. У меня постоянно в дикое напряжение находится вот эта вот вся моя правая рука. И мне реально, зачастую, прям реально физически больно. Я вечером не могу нормально лежать, потому что у меня здесь все очень зажато. После вот этих инъекций ботокса мне стало нормально. И если честно, я бы даже вам про это не рассказала, если бы я сегодня, целый день до этого не монтировала видос, и у меня просто не отнялась рука. Поэтому сейчас я сижу, страдаю, вот эта вот тупая боль, она меня убивает. И я уже думаю о том, что, а где мне вообще здесь такое бахнет, чтобы мои руки просто не болели. Но я не исключаю того, что это может быть психосоматика, потому что я дала на секундочку 1200 долларов за эту процедуру. Да, скорее все это дорого стоит в нормальном месте. И мне хочется верить, что на что-то это позитивно повлияло. Но это не точно. Ладно, отвлеклись мы тут. Спросим у Маши про стандарты фигуры в Корее. Расскажи про стандарты фигуры. Много листовик подруг худеют или наоборот набирают, чтобы попасть в эти самые стандарты? Здесь у меня довольно много подружек из России, стран СНГ, и честно, очень сильно на них влияют стандарты корейской красоты. Очень много девочек сделали пластику. Очень много девочек именно сделали липосакции разных, массажи для похудения, всякие бады пьют. Тут очень много знакомых и подруг именно подвержены влиянию красоты. Если вы начнете жить в Корее, хотите или не хотите, вы в течение, например, года или двух лет, вы начнете потихоньку все равно под корейские стандарты красоты делать макияж, худеть, одеваться. Внимание, вопрос. Большие, но аккуратные губы, большие открытые глаза, щечки, худоба. Эти стандарты вам ничего не напоминают? Идеалы красоты в Корее, да и в целом в Азии, основаны на детской внешности. Да даже в макияже для этого стараются выделить щеки, рисуют мешки под глазами, чтобы те были более милыми и детскими. Но что касается самих детей, применимы ли стандарты красоты в Корее к ним? Стандарты красоты в отношении детей. Не так давно в сети гуляли видео с маленьким мальчиком в очках. Это нарезки из шоу My Golden Kids. Конкретно в этом выпуске, вот в этих вот кадрах, мама мальчика говорит своему четырехлетнему сыну о том, что он уродливый, и поэтому он не сможет развиваться в сфере искусства и творчества, потому что его внешность недостаточно идеальна для того, чтобы присутствовать где-нибудь в шоу-бизнесе. Звучит как сюр, но это не сюр, а то я правда, ну сюралистическая, но правда. Аргументирует мама это тем, что на сцене должны быть только красивые люди. Нарезки с этим шоу забирусили в соцсетях и вызвали много обсуждений. Для многих было шоком оценивание внешности ребенка, так как все понимают, что ребенок меняется с возрастом, но в Корее оценка детской красоты это норма, это база. А еще нормально сказать подружке, что она плохо выглядит, поправилась, и все такие вещи, которые у нас считается говорить низким тоном. Но, кстати говоря, это история, у которой есть два мнения. Потому что, с одной стороны, как будто бы, если твоя подружка объективно начинает выглядеть хуже, как будто бы есть смысл ей об этом сказать. Но, с другой стороны, это все еще не твое дело. И если человек у тебя, например, не спрашивает, например, тебе не кажется, что эта прическа мне не идет, как будто бы говорить ей, ой, кстати, знаешь, что эта прическа тебе не идет? Низкий тон. Вот я сейчас сижу и думаю, а вот если бы во мне что-то в худшую сторону изменилось, я бы хотела узнать об этом от подружек, до того, как я бы сама об этом догадалась. Хотя, ладно, нет, у меня же есть YouTube. Я уже 8 лет слышу, что мне недостаточно хорошо уложить волосы, что я ужасная, страшная, отвратительная, скатилась, и... Раньше было лучше. Трэш. Вернемся к Корее. Для взрослых в порядке вещей делать комплименты родителям по поводу внешности их детей, если те, конечно, красивые. Красоте даже детской уделяется очень много внимания. Для многих родителей является нормой указывать детям на недостатки их внешности с самых малых лет. Родители помогают своим детям копить на пластические операции, если те, по их мнению, недостаточно хороши с собой. Часто какие-то операции делают даже в подростковом возрасте, еще в школе. Вот что вы думаете на этот счет? Я сейчас совершенно серьезно. Вот если бы у вас была возможность сделать пластику в школьные годы, вы бы ее сделали? Я бы сделала. И не одну. И зная себя, я бы об этом пожалела. Знаете что? А давайте узнаем у Катерины. Часто ли реально подростки и дети идут на операции? Или это все-таки раздут в СМИ и во всевозможных блогах и тектаках? Да, это правда. В основном это глаза, потому что кости черепа или нос еще продолжают расти до 20 лет. Поэтому в подростковом возрасте чаще делаются глаза. Потом после 18 лет, когда вы уже вправе отвечать за свои поступки, вы, в принципе, можете сделать и другие виды операции самостоятельно, без согласия родителей. Так как окончательный результат глифоропластики, либо ринопластики приходит через несколько лет, конечно, все стараются сделать эти операции после окончания школы, перед поступлением. Чтобы за время обучения прошла полная реабилитация, и когда вам придет время ходить на собеседование, искать работу, у вас уже было бы преимущество в улучшенной внешности. В Корее это очень важно. Если вы выглядите лучше, у вас больше вероятности получить работу. Айдолы. Что ж, я даже не буду предпринимать попытку сюда влезать. Потому что если кому-то хочется верить, что его любимка самый натуральный и самый естественный из всех естественных и натуральных, пусть так и будет. Вообще на тему косметологии и пластики у айдолов, ну, для тех, кто понимает, что между ними зачастую существует знак равенства, ну, между айдолами и косметологией с пластикой. Хорошо это или плохо? Это все еще две стороны одной монеты. Айдолы это огромная часть экономики Кореи, а Корея это столица пластики, и как будто повертеть эту монету не так уж и сложно. Они все идеально вписываются в стандарты красоты, поэтому многие хотят им подражать. И Корея с удовольствием поможет каждому по достижении идеала. Строгие стандарты красоты в том числе подкрепляются индустрией развлечений. Будущих кей-поп-артистов готовят к выходу на сцену в специальных центрах. И я хочу рассказать вам одну историю. Британка Иводиас корейско-китайского происхождения прошла через один из таких центров и рассказала в интервью BBC, что тех, кто весил больше 47 килограмм, сажали на строгую диету. Некоторые участники страдали анорексией или булимией. По ее словам, в центре тренировалось около 200 человек, которых поделили на две группы – перспективную и не очень. Девушка находилась в той, на которую продюсеры возлагали больше надежд. Но после изнурительной подготовки Иводиас выбрали на роль визуала – лица группы, то есть. И придумали ей образ застенчивой и сдержанной девушки. Однако для того, чтобы стать новым Эйдолом и дебютировать в этой сфере, ей поставили условия. Ей нужно было пойти на операцию по уменьшению носа – ринопластику. И на операцию, которая бы изменила ее челюсть – Вилайн. Стоимость пластических операций прибавилась бы к общей сумме долга, которую девушка должна была бы выплатить после старта карьеры. Но Иводиас отказалась, рассказала об этом в интервью и вернулась в Англию. Как Корея повлияла на бьюти-сферу? С развитием кей-попа и ростом его популярности во всем мире многие стали пользоваться корейской косметикой. Собственно, один из факторов успеха корейской косметики – это участие айдолов в рекламе. Многие мечтают быть похожими на своих кумиров, а потому они охотно покупают косметику, которая была бы с ними связана. Конечно же, еще одна очень важная причина, почему корейская косметика такая популярная – это то, что они не боятся экспериментировать с составами. Что, кстати, не всегда хорошо, но в целом хорошо в том числе. Многие товары благодаря этим экспериментам получаются очень удачными, и это очень быстро начинает форситься, и потому корейская косметика реально пользуется огромной популярностью, особенно когда выходит какая-то распиаренная новинка. Кстати, тканевые маски, кушеные сиси-кремы были придуманы именно в Корее, а тут уже пришла традиция многоступенчатого ухода за кожей. Добиться идеального цвета лица мечтает каждая, а азиатские женщины в этом стали примером для многих. И все благодаря тому, что именно они возвели заботу о коже в культ, придали ей ритуальность и задали тренд многослойного ежедневного ухода во всем мире. На самом деле, когда ты приезжаешь в Корею первый раз, в глаза бросится две вещи. Первая – это огромное количество кофеен на каждом шагу, и вторая – это огромное количество косметических магазинов тоже на каждом шагу. И этих косметических магазинов настолько огромное количество, что кажется, зачем вообще их столько нужно? Потому что, ну, просто представьте себе мир, где в каждом доме было бы по золотому яблоку, а где нет золотого яблока, там литуаль, а где этого нет, там репош, ну и так далее по списку. Звучит как-то очень невероятно, потому что а нахрена столько нужно? Но в Корее реально все эти магазины всегда битком. Я ни разу не заходила в магазин косметики, даже в какое-то странное утреннее время, чтобы там не было людей. Да, в каких-то районах туристических, конечно, туристы с утра до ночи тусуются, но даже если мы говорим не про супертуристические районы, там всегда будут люди, люди всегда идут, покупают косметику. Потому что как только ты проходишь мимо косметического магазина, там обязательно будет фотография с актуальным айдолом, который что-то амбассадорит, там будет огромное количество новинок, хотя, казалось бы, вся косметика – это плюс-минус одно и то же, потому что они дико загоняются по уходовой и натуральной косметике, в плане натуральных цветов. То есть ничего какого-то люто-революционного, очень интересно, красивого, яркого там не будет. В основном все достаточно просто минималистичное, эстетичное, уходовое, но люди реально скупают все. Когда я была в Корее, каждый раз я брала с собой своих подружек-корьянок и просила их показать мне, чем на самом деле пользуются кореянки, чтобы мне прям положили эти самые продукты, которые у них актуальны. Давайте послушаем, что нам расскажет Маша и что актуально сейчас. Какими средствами чаще пользуются сами кореянки? Корейскими или другими какими-то? И из каких ступеней сейчас у вас состоит уход? Вообще, на данный момент в Корее очень много уходовых средств, семиступенчатый уход, это разные процедуры. Сейчас, может быть, неправильно скажу, реджуал или как он называется, реджеран. Когда они колят лососевый жир, получается под кожу, чтобы кожа выглядела такой гладкой, сияющей и красивой, как яичко. Бренды корейцы тоже очень любят, очень любят. То есть декоративная, например, косметика, хотя у них своих довольно много, они любят Диор, Шанель, то есть такие бренды, мне кажется, это также, они очень сильно помешаны на них, это просто, это статус. Ванинизм. Помимо влияния на бьюцесферу, корейская культура также повлияла на становление новых эстетик. И одна из них это ванинизм. Ох, эта эстетика сейчас многими обсуждается. Вдохновлена она Чан Ваньон и ее стилем жизни. Давайте уточним. Чан Ваньон это корейская певица, участница группы Ай. Вообще, суть эстетики достаточно милая, потому что ты должен заботиться о себе, о том, что ты ешь, о том, что тебя окружает, что нужно всегда любить себя, быть добрым к себе и к окружающим, и вообще все такое прям вот, ну, розовое, правильное и классное. И в основе, конечно же, стоит любовь. Однако, в ТикТоке много видео с этой эстетикой, и действительно часто они мотивируют становиться лучше, призывают к заботе о себе. И, казалось бы, все хорошо, но есть и обратная сторона этой эстетики. Например, экстремальное похудение, голодание, изнурение тела тренировками, и все это используется для достижения идеального тела, как у Ваньон, и часто продвигается в ТикТоке. Куда без традиционной тактичности в мире розовых пони? Ну, правильно, никуда. Такая прекрасная задумка, а заходишь в ТикТок, и просто какой-то ад попадаешь. Хотя, на самом деле, в Аду такого нет, там как будто бы все более очевидно, и никто не прикидывается розовым пони. Но я так в Хазбе не видела. Стэн Иваньон и ее эстетики в ТикТоке развили очень много дичи и конкуренции. Они постоянно стремятся к недостижимому идеалу. Не все, конечно же, еще раз повторюсь, но этого реально добра там очень много, настолько много, что его просто невозможно обойти стороной. А даже если ты хочешь его обойти стороной, ты не обойдешь его стороной, потому что обязательно тебе это просто вот так вот будет прилетать со всех сторон. Вернемся. Они постоянно стремятся к недостижимому идеалу, и при этом очень плохо реагируют на тех, кто не делает так же. И, кстати, именно из-за этого некоторые стали снимать видео про так называемых грязных людей. Абсурд? Абсурд. Разбираемся дальше. Главная дичь, что такими, ну, в плане грязными людьми, они называют буквально кого угодно. Людей с не таким цветом волос, как им хочется, или с неправильным цветом глаз, или тех, кто пьет, например, газировку, и не занимается спортом, и так далее. Варианты, почему вы можете быть грязным человеком от нуля до бесконечности. Даже вот какие-то самые абсурдные причины из серии ноготь сломался, это уже все, ты грязный человек. Если у тебя в какой-то момент просто сломался ноготь, ну, все, априори грязный, ну, все, что ты тут смотришь на весь этот ванинизм. Уходи. Будем тебя осуждать. Грязный ты человек. Жесть. Я вот стакан сейчас пью. Пожалуйста, кто разбирается в ванинизме, подскажите, меня после этого будут считать грязным человеком? Хотя, ладно, не отвечайте. У меня это вообще мрачный фон. Вот волосы так непонятно уложены. Цвет не натуральный. Жесть. Самое, конечно же, сюрреалистичное, что весь этот бред продвигается под именем самой Ванен. Достаточно очевидно, да, что она этого ничего не говорила и наоборот очень много раз говорила. «Остановитесь, ребята, вас несет». Ну, не так, конечно, но она, в общем, высказывалась против всей этой концепции, чтобы делить людей на грязных и чистых. Против высказывалась того, что подростки сидят на изнуряющих, голодающих, там, не знаю, диетах и просто доводят себя до каких-то ужасных состояний. В общем, она это максимально осуждает. Но люди просто берут нарезки, где она вообще может сидеть, просто есть или смотреть, или пить какой-то напиток и подставлять закадровый текст или закадровую озвучку, где рассказывают, что якобы сама вонем всех делит на грязных и негрязных. Ну, трэш. И как будто бы звучит, ну, типа, из серии «Да повер кто, и что там какие эти-то делают?» Так люди в это верят. Они смотрят это и действительно верят, что вот эта вот женщина такое говорит, а значит, если мы ее любим, то мы тоже будем так говорить вперед против грязных людей. Что ж. Очевидно, что изнуряющий образ жизни и стремление достичь идеала приводит к проблемам со здоровьем. Сама вонем высказывалась против нездоровых диет, ведь растущему организму нужно много энергии и нормальное питание. Но молодые девушки видят красоту и худобу вонен, и хотят быть такими же, причем быстрым способом и придумывают себе всякие интересные приключения. Еще и придумывают, что это вонен им так сказал, хотя она говорит буквально обратное. Беги или избавься от корсета. Культ корсеты, конечно же, приводит к огромной конкуренции между кореянками. Ведь чем ты красивее, тем выше твои шансы на успешную должность, на удачное замужество. Поэтому каждая стремится быть лучше другой и тратит на это огромное количество времени, денег и своего здоровья. Но нашлись и те девушки, кому это не понравилось. Они, откровенно говоря, сдолбались от такого образа жизни, от вечной конкуренции, от траты времени, что каждое утро и каждый вечер ты должен потратить минимум два часа на то, чтобы привести себя в порядок. И непонятно ради чего. И так в соцсетях стали появляться видео, в которых кореянки уничтожают горы косметики под девизом и сбавься от корсета. Косметику они сравнивают с корсетом, потому что раньше женщинам нужно было носить тугие и неудобные корсеты, чтобы сделать фигуру более красивой, которые, конечно же, очень негативное влияние оказывали на здоровье. Вообще, я считаю, что красота это всегда в глазах смотрящего. Кому-то нравится одно, кому-то нравится другое. И я очень часто говорю со своим подписчиком в Телеграме на эту тему. И мой самый любимый тейк из всех тейков, которые только я могу озвучить, это вы никогда не будете нравиться вообще всем. Даже если, блин, вы нарисованный аниме-чувак, это вообще так не работает. У любого даже аниме-персонажа, я молчу просто про реальных людей, потому что абсурд заключательный в том, что есть даже критерии отбора нарисованных аниме-парней и аниме-девушек. Некоторые девушки, ну, просто не нравится кому-то. Даже если это 2D-анимация, и она прекрасна, она классно нарисована, у нее нет никаких косяков в дизайне, она просто кому-то неприятна, потому что у нее розовый волос, не знаю, там, розовые глаза, а это все кому-то не нравится. И поэтому люди начинают хейтить, зачастую даже аниме-персонажей. И, понимаете, на фоне вот этого хейта даже к нарисованным каким-то там рандомным картинкам, нужно подумать о том, что вы все равно никогда никому в общей массе не угодите. Поэтому единственное, что должно иметь значение, это ваш собственный выбор, это ваш собственный вкус. Если ты хочешь ходить с короткими волосами, ходи с короткими волосами. Не нужно смотреть на эстетику, которая тебе может быть даже визуально нравится, но она тебе по духу не близка. Но не хочешь ты возиться 3 часа с этими волосами, чтобы их как-то идеально уложить, потому что тебе это не в кайф. Не надо делать ничего ради кого-то другого. Единственный человек, для которого ты должна что-то делать, это только для себя самой. Все. Лайк, подписка. Смотрите это видео. Субтитры сделал DimaTorzok